Воспитать не только талантливых футболистов, но и ответственных членов общества, привить им дисциплину и умение оценить свою семью. Именно таким качеством обучают детей тренер Дюсуша-11 Виталий Старожук, который попал в беду. У него опухоль головного мозга. Чтобы его спасти, объединяется вся футбольная общественность Одессы. Все эти дни в парке Горького проходит благотворительный турнир в его честь. В 11-й спортивной школе Виталий Витальевич тренирует юных футболистов уже более 20 лет. Подготовил множество профессиональных игроков. Через его руки прошли Балашов, Слинкин, Силантьев и многие другие. Главное, его воспитанники впитывают и применяют советы не только на поле, но и в жизни. Я всегда вспоминаю его слова, они вроде бы простые и банальные, но когда-то он сказал эту фразу и запомнил себя на всю жизнь, что это казалось каких-то футбольных моментов на поле, насчет того, что глупый человек не учится на ошибках, умный учится на своих, а мудрый человек учится на чужих ошибках. И я тогда для себя это запомнил и усвоил, и на протяжении всей жизни я это повторяю. Сейчас Торожук работает региональным тренером, занимается с детьми в возрасте от 7 до 13 лет. Готовит их усилить сборные клуба, которые выступят в Дюфэл. Мне нравилось то, что он был в меру строгий и справедливый. Он не мог поругать, если это было незачем, он не ругал. Если мы его злили, то он так говорил, то есть он был честный. У Виталия Торожука пятеро детей и трое внуков. Его дочери и сыновья также занимались и занимаются спортом. Одна из дочерей играет профессионально в ганбол в одном из клубов Израиля. Болезнь к 59-летнему главе семейства подступила неожиданно. Болезнь нам нарушили вот на той неделе, все произошло очень быстро. Начались проблемы с речью. Вот мы это заметили. МРТ показало, что есть опухоль. Сразу вечером в этот же день сделали МРТ с контрастом. МРТ с контрастом показало, что это глиобластома. Это самая плохая из опухолей, которая может быть. Их там четыре вида. Чтобы поддержать наставника, в его родной футбольной школе организовали серию благотворительных турниров в парке Горького, которые будут идти почти всю неделю. Собранные средства пойдут на лечение. Это благотворительный турнир. У нас целая серия турниров проходит по всем возрастам, которые не играют в чемпионат Украины. Это 2007 год рождения и младше, до 2013 года. С 2007 по 2013 год рождения. Эта серия турниров продлится вот каждый день. У нас будут турниры сегодня, седьмой, завтра восьмой год рождения, послезавтра девятый, десятый и воскресенье малыши. Вот. У нас стоит ящик, все собранные средства мы передадим на лечение нашего тренера. Сейчас на операцию необходимо собрать 10 тысяч евро. Еще столько же на реабилитацию лучевой терапии, которую мужчина также будет проходить за рубежом. Чтобы спасти опытного специалиста, объединяется вся футбольная общественность Одессы. Поддержка была просто колоссальная. Мы даже не ожидали. Столько людей откликнулось. Звонят нам, поддерживают. Поддерживают материально, финансово. Мы настолько благодарны вообще. Просто вот всем низкий поклон за это. Без вашей поддержки я даже не представляю, как это все было бы. От внимания Виталию Витальевичу больше будет пользы. Ну и материально, конечно, уже чем сможем, всем поможем. И будем рады видеть снова здесь, в строю, в бою. Он рассказывал, что всегда надо помогать всем в трудную минуту. Ну, когда, например, вот у тебя тут, как сейчас случилась проблема, мы все вместе одна семья, можно сказать. У нас тренер Виталий Витальевич учил быть настоящими мужчинами. Это правда. Мы желаем ему быстрого выздоровления и оставаться таким же хорошим тренером и человеком. Что вообще про него расскажете? Реквизиты для всех неравнодушных на ваших экранах. Дмитрий Богомолов, Виктория Дромашко, Константин Ищерет, Телеканал Репортер. Дмитрий Богомолов, Виктория Дромашко, Константин Ищерет, Телеканал Репортер, Телеканал Репортер. Дмитрий Богомолов, Виктория Дромашко, Константин Ищерет, Телеканал Репортер.